Приветствую вас! Вспоминать человека вы можете по многим причинам, ну, по нескольким причинам, давайте скажем так. Первая причина, которая может быть, это, так скажем, эмоциональный след. То есть из-за наличия эмоционального следа, то есть ассоциативной цепочки, или как иногда еще называют резиновой ленточкой, то есть когда какие-то события нас возвращают моментально вот в то время, когда это происходило, ну, то что. Мы вспоминаем, вот, и, соответственно, это означает, в свою очередь, некоторую незавершенность того, о чем мы вспоминаем. Вот. Ну, незавершенность, потому что... Воспоминания, они именно по этой причине имеют место быть. что остались какие-то, вот, желания, которые не получается реализовать, ну, вот, сейчас, на текущий, на данный момент. Значит, это первое. Ну, как правило, это происходит из-за того, что текущая жизнь, ваша жизнь, она может ну, не отличаться, скажем так, яркостью, активностью, драйвом. То есть достаточно бедно на эмоции может быть может быть жизнь. И вы именно поэтому все время вспоминаете человека, который вам эти самые эмоции дарил. Ну, то есть вспоминаете человека, который давал вам почувствовать себя как-то иначе. Вот. Ну, в этом случае, конечно, имеет смысл поразмыслить над тем, значит, чего вам не хватает, да, то есть почему ваша жизнь, она вот такая. сейчас. Из-за чего она такая. Вот. И, соответственно, что вы можете сделать для того, чтобы ее изменить, ну, чтобы это изменить. Следующий момент, который может иметь место быть, это незавершенность самих отношений. то есть это возникает, как бы, как правило тогда, когда люди не завершили до конца свои отношения, когда они разошлись, ну, со скандалом, с криком, с болью, с негативом. Вот. И внутри еще идет этот диалог. А вот ты, а я, там, а я могла поступить, там, по-другому, а ты мог поступить по-другому. Вот. И так далее. Такая еще может быть история. В таких случаях отношения лучше завершить. Вот. В том числе и с помощью психолога. Потому что сами вы, ну, скорее всего, завершить не сможете. Вот. Дальше. Следующий, следующий аспект. Следующий аспект касается того, что, ну, ну, например, в результате расставания вот, в результате того, что вы расстались со своим, ну, мужчиной, да, я так понимаю, вы стали думать о себе как-то иначе, как-то по-другому, может быть, у вас изменилось восприятие себя. Вы стали думать о себе по-другому. то есть, ну, просто, просто по-другому. Ну, вот. И вам хочется изменить это. Вот. То есть вам просто может хотеться того, чтобы, ну, того, чтобы, грубо говоря, те мысли, которые у вас сейчас есть о себе, вот, чтобы и их не было, этих мыслей. Ну, потому что они неприятные, например, и вы хотели бы, чтобы их не было. в таком случае вы стремитесь в эти отношения для того, чтобы исправить свое представление о себе. Вот. вот. Но, конечно, значит, в данном случае вы гонитесь за призраком, потому что вы не сможете изменить представление о себе, даже вернувшись. в отношениях, вернувшись к тому человеку. Вот. Ага. Потому что изменилось у вас восприятие благодаря себе, своей мысли, а не другому человеку. Вот. Чем быстрее вы это для себя поймете, тем для вас будет лучше. Вот. потому что это деструктивная позиция думать, что вы измените представление о себе, измените то, что вы думаете о себе, если будете, ну, вести себя. Как-то иначе. Это не так. А, и последнее, о чем хочется сказать последнее. Это то, что вы потеряли для себя, что вот вы сами для себя потеряли в результате вырушение отношений. То есть на самом деле это может быть что угодно. Это может быть защита, это может быть чувство жизни. это может быть смысл жизни. Это может быть, ну, еще что-нибудь. То есть на самом деле вариантов очень много. Важно понять, что именно вы потеряли, чтобы это реализовалось. Хочется обратить ваше внимание на то, что вы говорите, почему я вспоминаю своего бывшего парня, который меня притягивает. То есть обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите, вы вопрос ставите так, почему я вспоминаю своего парня, который меня притягивает. Вы вспоминаете его именно потому, что он вас притягивает. А вот чем он вас притягивает, это уже вопрос на самом деле. Это уже вопрос достаточно интересный, чем он вас притягивает. С этим вопросом нужно разбираться. Вот. Ну, потому что без этого вряд ли можно понять, что конкретно с вами происходит. Вот. Вот. Надеюсь, что вы отдаёте себе в эту маншет. Вот. Ну, потому что это важно. Вот. вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. в принципе, так можно раскрыть проблематику, которую вы описываете. Вот. А, да, конечно, требуется определённая работа, потому что, ну, вполне возможно, что у вас есть элементы любовной зависимости. Вот. Я не утверждаю, наверняка, наверняка, пока что, потому что, не знаю. Но, может быть, и если это достаточно сильное у вас чувство, да, то есть, ну, достаточно сильно влияет, скажем так, на вас, вот, то я рекомендую с этим поработать. в том числе и с психологом. Вот. То, что вы несколько лет, а, не вместе с этим машиной, да, это ничего не значит, потому что, может пройти гораздо больше времени, то есть, может пройти реально больше нескольких лет, и вы всё равно будете хотеть к нему, значит, быть с ним и так далее. То есть, время здесь, время не лечит. Как говорится, к сожалению. Вот. Поэтому, ага, так вот вам можно ответить на вопрос. Что именно у вас? Конкретно, что у вас сказать? Сложно, вот, потому что нужно разбирать ситуацию нужно смотреть, с чем она связана конкретно, вот. Потому что очевидно, что просто так возникнуть она, ну, не могла никак, на ровном месте. значит, у этого, были какие-то свои предпосылки, вот, которые вы, здесь, ну, почему-то не раскрываются. Хотя, это очень важно. Вот. То есть, смотрите, вам, что важнее? Вам, что главнее сейчас? Понять, причину, почему вы не можете, почему вы думаете, вспоминаете о человеке. Вот. постоянно. Или вам важно именно разобраться в себе, чем это обусловлено, с причинами. Вот. Кстати, это может быть еще и страх одиночества у вас. Вот. и в этом случае, он родом из детства, на самом деле. Вот. И в этом случае, уже нужно работать с вашими детско-родительскими отношениями. Вот. Потому что, именно, именно оттуда вы вынесли, вот, свою такую позицию, страх быть брошеной, и так далее. Вот. Ну, это, исходя из того, что вы написали. Я, я, как бы, делаю выводы такие. Да? Вот. На этом все. В принципе, вроде бы все разобрал, все возможные варианты описал. Конечно, индивидуальная работа лучше всего, да? То есть, это, понятно, что то, что вот индивидуально можно разобрать, да? Вкроет, индивидуальная работа скроет ряд обстоятельств, которые нельзя угадать, ну и так далее. Вот. Вообще, как психологу, мне хочется задать вам вопрос. А вы, правда, не знаете, почему вспоминаете постоянно о мужчине? Вот. Ну, вы, хотя бы, проведите, знаете, учет, да, учет тех, тех моментов, когда вспоминаете о нем. То есть, вот, что происходит с вами. Вот, в тот момент, когда, когда вы вспоминаете о, значит, о мужчине. вот. Просто размышляйте. Ведь если вы вспоминаете, вспоминаете, значит, вы на какое-то время забываете. А потом, потом что-то вас наталкивает снова на мысли о нем. Это вряд ли случайность. Я думаю, что есть закономерность в этом. Поэтому, рекомендую на этот аспект также обратить самое пристальное внимание вам. вот. Ну, если, если вы хотите разобраться с этой ситуацией, да, если вы хотите ее понять. понять, если вы хотите понять себя, например. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.